Софии Захаровой удался стартовый каскад. Прыгает она тройной лут с тройной тулуп, следом чисто и уверенно исполняет тройной флип. С тройным Риттбергером тоже все прекрасно, как и с двойным Макслем. Эмоционально отрыгивает свою программу, эмоционально отыгрывает свою программу, приковывая к себе внимание, чисто при этом выполняя все вращения на четвертый уровень. Дорожка правда всего лишь первой, но следом спокойно покоряется каскад тройной флип, двойной тулуп, а вот на сольном лутце случается бабочка, только в два оборота прыжок, но зато каскад двойной акселя Ольвар тройной Сальхов сделан чисто. Вращение вновь на четвертый уровень и уже под конец полностью погружается в свою программу, откатывая ее прекрасно. Это было очень хорошо. Оценка Захаровой за произвольный прокат 131,13 балла, общая сумма 194,39 балла. Дебютантка взрослых турниров Мария Агаева открывала тройку сильнейших. Агаева начинает свой прокат с чистого тройного Риттбергера, следом также спокойно исполняет тройной Сальхов. Нет никаких проблем и с флипом в три оборота. Вращение получают четвертый уровень. Сольный двойной аксель выполнен чисто, как и каскад тройной лут с тройной тулуп. Комбинации двойной аксель, тройной тулуп, двойной тулуп получаются хорошо. Следом прыгает тройной лут с двойной тулуп. Очень эмоциональная юная фигуристка, она справляет своей программой прекрасно, браво Мария. Агаева набирает за свой произвольный прокат 35,07 балла и общая сумма 202,229 балла. Следом на лед выходила Аделия Петросян. Петросян ставит начало программы четверной флип и делает его чисто. Следом идет четверной тулуп, но с него Аделия падает. Зато синквенция тройной лут с двойной аксель покоряется без проблем. Также чисто она выполняет тройной Риттбергер с вращениями. Тоже все хорошо, четвертый уровень, как и дорожка шагов. Каскад тройной лут с Оилер, тройной сальхов выполнен отлично, как и комбинация тройной флип, тройной тулуп. Сольный тройной флип также чисто и вращение быстрый, очень красивый на четвертый уровень. Видно, что Аделия собралась после вчерашнего и это было очень мощно. За свое выступление Петросян получает за брагат 164,83 балла, а общая сумма 236,31 балла. Завершала выступление женщин Алина Горбачева. В начале программы она пошла на четверной сальхов, но он получился у нее только в два оборота. Затем следом чисто выполнена секвенция тройной Риттбергер, двойной аксель. Сольный двойной аксель также не вызывает никаких проблем. Сольный флип три оборота очень четкий, красивый. Вращение у Алены на четвертый уровень. Для каскад тройной лут с Оилер, тройной сальхов Горбачева борется, но прыгает его четко, а вот дальше обидно срывает лут. Только в два оборота у нее прыжок. Зато комбинация тройной Риттбергер, тройной тулуп сделан пусть небольшим недочетом. Вращение вновь на четвертый уровень, хорошая хореография. Да, у нее не все получилось сегодня, к сожалению, и не получилось удержать лидерство. Горбачева набирает свой проказ в 29,82 балла, ее общая сумма 205,71 балла, и это позволяет ей занять второе место. Полное выступление девушек смотрите в нашем телеграм-канале по ссылке в описании. На первом этапе международной серии гран-при, который прошел в Соединенных Штатах, мужское одиночное катание привлекло особое внимание. После короткой программы стало очевидно, что состав участников весьма разнообразен, и каждый фигурист приносил в спорт свой уникальный подход. На четвертом месте оказался Ника Ягадзе из Грузии, ученика Теритберидзе. Его произвольная программа началась уверенно с четверного тулупа и каскада четверного сальхова в тройном тулупе. Однако он допустил ошибку, упав на сальхове и сделав только двойной прыжок вместо тройных в каскаде. Эти недочеты снизили его баллы, и несмотря на креативную тему музыкла Мулин Руш, в его хореографической программе эмоциональное исполнение оставил желать лучшего. В итоге он набрал 151,69 балла за произвольную программу и 237,45 в сумме, что принесло ему четвертое место. Увидительно, что Ника Ягадзе опередил Владимира Литвинцева из Азербайджана всего на 0,01 балла в итоговой сумме, и это в значительной мере благодаря его выступлению в короткой программе. Японский фигурист Сун Сато завоевал бронзовую медаль на первом этапе гран-при, несмотря на трудности во второй части соревнований. Его произвольная программа содержала много неточностей в выполнении прыжков, и он даже пересматривал свою программу на ходу. Несмотря на это, он смог набрать 155,89 балла за произвольную программу и 247,50 в сумме. Кевин Аймас из Франции удержал второе место. Его технический уровень в произвольной программе был скромнее, но он не допустил падений или серьезных ошибок, что оценилось высоко судьями. Его выступление под музыку Болероза завершилось эмоционально и подняло зрителей, и он набрал 181,75 балла за произвольную и 279,09 в сумме. Победу на этом этапе одержал Илья Малинин из США. Даже без четверного акселя он набрал более 300 баллов в сумме за два проката. В его произвольной программе было четыре четверных прыжка, два лутца, один в каскаде с тройным Сальховом, Сальхов и Тулуп в каскаде с тройным Тулупом. Также в начале проката у него стоят тройной аксель и Риттбригер. Логично, что по ходу сезона к ним тоже прибавятся обороты. Все его прыжки были выполнены чисто и судья оценили их высоко. Его работа над хореографией продолжается, но он уже имеет высокие баллы за свое выступление. В итоге он набрал 206,41 балла за произвольную программу и 310,47 в сумме, что сделал его главным фаворитом. После целой серии переприятий челленджеров, долгожданная серия гран-при, где собираются лучшие фигуристы мира, наконец началась. Соревнования стартовали с выступления девушек на скит Америка, которые порадовали техасскую аудиторию разнообразием своих коротких программ и, конечно же, несколькими неожиданными сюрпризами в рейтинге участников. Звездой этапа стала Луна Хендрикс, которая уже дважды завоевала медали на чемпионатах мира. Она имела определенные ожидания от этого выступления и при сохранении всех остальных условий не должна была допускать серьезных ошибок. В этом случае она могла бы удержаться на первом месте. Одной из особенностей Хендрикс является ее способность экспериментировать разными образами и делать яркие выступления на льду. Для своего нового выступления она выбрала современную танцевальную музыку и добавила к ней композицию Living for Life Мадонны, что придало ее выступлению энергичности и оригинальности. Она также обратила особое внимание к своим костюмам, оставаясь верной своему стилю с минимальной длиной юбки, что позволяет ей это себе, учитывая ее изящную фигуру. В целом выступление Хендрикс не было выдающимся. Второй тройной лутц, тройной тулуп в ее комбинации второй половине программы было рискованным, так как всегда существует вероятность ошибки, которая могла бы снизить ее баллы. Тем не менее Хендрикс решил не ограничиваться безопасными вариантами, даже несмотря на не идеальную физическую форму. Наблюдатель мог заметить не до крут во время второго прыжка, что было отмечено и технической панелью. Тем не менее, она получила уверенный 75,90 балла, что принесло ей первое место. На втором месте неожиданно оказалась Эмбер Глент. Ранее ее не баловали щедрыми оценками судей из-за нестабильности, несмотря на наличие тройного акселя в ее арсенале. Она радует публику нестандартный выбор музыки и в этом году она выбрала ремикс хита «Heads Will Royal», что пришлось по вкусу зрителям. Это выступление было динамичным и современным, что часто не хватает фигурному катанию. По техническим аспектам выступления Эмбер не было замечаний, она не стала рисковать тройным акселем, но ее выступление было чистым и уверенным, с высокими баллами. Она получила 71,45 балла, что стало новым личным рекордом для американки. Тройку лидеров закрыла Изабо Левита, которая в короткой программе изображает змею, что даже отражено в дизайне ее костюма. Важно отметить, что часть музыки в ее программе использовалась в произвольном танце Мейдсон Чок Эван Бейтс в сезоне 19-20. Интересно, что Мейдсон помогла Изабо с идеями для хореографической части программы. Левита и Чок провели много времени вместе на туре Stars on Ice и на ежегодном сборе для американских фигуристов. Из-за разницы в возрасте Левита даже шутила, называя Чок мамой. Хотя кореография была удачной, небольшие недочеты в технической части помешали Левита опередить Глент. Техническая панель заметила неясное ребро на тройном лутце и недостаточно хорошее исполнение комбинированного вращения, что снизило судейские баллы. В итоге она получила 70,07 баллов и временно заняла третье место. Судейская команда в США порадовала своей объективностью, отмечая даже ошибки у лидеров. Остались некоторые вопросы относительно оценки дорожки шагов, поскольку почти все фигуристки получили максимальный уровень сложности. Но в целом это было странно, учитывая, что это начало сезона и все фигуристки, по-видимому, находились в хорошей форме. Субтитры создавал DimaTorzok